Есть такая профессия – боец спецназа. И это не просто военная профессия, это зов души, говорят сами бойцы. Спецназ всегда там, где есть вооруженная угроза мирным жителям. Они борются с организованной преступностью и террористами. К помощи этих бойцов прибегают, когда все прочие ресурсы исчерпаны, и выполнить задачу под силу лишь воинам со специальной подготовкой. Как известно, одной из главных причин создания спецназа МВД было обеспечение безопасности на Олимпиаде-80. Тогда в памяти еще были свежи события Мюнхенской Олимпиады, когда террористы взяли в заложники члена в Олимпийской сборной Израиля. Но свой первый экзамен бойцы специального назначения сдали в 95-м, с началом первой чеченской кампании. Были там и сочинцы, многие из которых не вернулись домой. В память о товарищах у этого символа мужества бойцы возложили венки. Ну а отличившимся в день 40-летия подразделения вручили медали спецназ России. Помимо воинского долга, все они выполняют и свой гражданский долг по патриотическому воспитанию сочинской молодежи. Когда мы организовываем для себя мероприятие, мы приглашаем молодежь, чтобы они смотрели, впитывали примеры, смотрели и учились на поступках и героизме старших поколений. Ребята все основной массе, прошедшие горячие точки, имеющие боевой опыт, имеющие правительственные и различные награды. Еще в советские времена, когда были конфликты в Карабахе, когда потом все переключилось в Абхазии, конфликты Южной Осетии, внутренние войска – это те, которые в первом составе всегда шли разгребать все вот эти конфликты. У этого мемориала на Цветном бульваре боевое братство встречается несколько раз в году. Памятные даты здесь отмечают и участники боевых действий в Чечне, и ветераны, в том числе воздушно-десантных войск. Все они сегодня перенимают эстафету у ветеранов Великой Отечественной и по просьбе руководства Сочи все больше общаются с детьми. Одевают военную форму, медали, идут в среднеобразовательные учебные заведения, встречаются с детишками, рассказывают, как это было. И мы, как администрация города Сочи, в целом жители города Сочи, благодарны им за то, что они сделали с доблестью, с честью, выполнили свой воинский долг и продолжают делиться опытом. Праздник спецназа не подразумевает публичных мероприятий или показательных парадов. Друг другу же бойцы пожелали реже браться за оружие. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ